Добрый вечер! Добро пожаловать на шоу Дакера Карлсона. Брэд Каванна только что окончил свое интервью Марти Маккалум, где он абсолютно отрицал все обвинения против него. В ходе интервью он вышел на такой уровень откровенности о своей личной жизни, который казался невозможным еще несколько дней тому назад. В тот период жизни, который сейчас обсуждается, вы оставались девственником? Да, это верно. То есть у вас не было сексуальных отношений в старших классах? Верно. И во время учебы в колледже, раз уж мы говорим о вашей личной жизни? Да, и многие годы после этого остановимся на этом. Необычное интервью. Он был спрошен Мартой несколько раз об обвинениях в сексуальных домогательствах. Его жена находилась рядом, когда он все это отрицал. Я не позволю, чтобы эти ложные обвинения преследовали нас во время всего процесса. Мы надеемся на справедливый процесс, где я смогу защитить свое достоинство и свои достижения в течение своей жизни. Никто не ожидал таких обсуждений, когда процесс утверждения его кандидатуры только начинался. Мы еще будем обсуждать интервью с Мартой. Традиционно мы начинаем с дебатов с тем, с кем мы не согласны. В Америке мы привыкли к открытым дебатам, несмотря на разницу во мнениях. И всегда это работало на протяжении последних двухсот лет. Мы считаем, что можно таким образом прийти к более разумным заключениям, когда высказаться могут все. Мы будем продолжать работать в этом ключе. Но сегодня, перед тем, как пригласить наших гостей, мы хотели бы задуматься над тем, что же такого мы узнали во время дебатов по утверждению Каванна на пост Верховного Судьи. Все это ощущается как нечто небывалое, как новый поворот в жизни страны. Конечно, и раньше у нас происходили жесткие дебаты с расколом по партийной линии во время утверждения Верховный Суд. Роберт Борг в 87-м, Кларенс Томас 4 года спустя и многие другие. Вскоре после переизбрания в 36-м году президент Рузвельт попытался взять под контроль судебную систему, пропихивая судей-демократов, чтобы иметь возможность насаждать свои программы путем принуждения Конгресса. К счастью, ему это не удалось, но смысл в том, что здесь нет ничего нового. Политика всегда вмешивалась в нашу судебную систему. Конгресс утверждает кандидатуру судей, и в этом смысле это всегда политика. Но сейчас мы видим нечто, чего никогда не было раньше. Действующие члены Конгресса буквально атакуют нашу судебную систему. Законодатели издеваются над самим процессом утверждения кандидатуры в Верховный Суд. Призывают коллективной ответственности американских граждан. Выступают против презумпции невиновности. Все это происходит в Вашингтоне сейчас, и даже более того. Нападают не только на Бретта Каванна. Выборные должностные лица объявили, что они больше не верят в наше западное понимание законности. Это беспрецедентно. Это ошеломляюще. Мы все должны задуматься над этим. Это затрагивает нас всех. Это все началось на прошлой неделе. Вот заявление сенатора из Гавайи Мэйзи Хирона. Смотрите. Я хочу сказать всем мужчинам в этой стране, заткнитесь, поднимитесь и поступите правильно. Хотя бы один раз. Женщины, такие как профессор Форд, должны быть не только услышаны, мы должны им верить. Получается, что все мужчины виноваты не потому, что их вина доказана, а потому, что они мужчины. Они виноваты по определению. Мы должны верить всем женщинам не потому, что они говорят правду, а потому, что они женщины. Доказательство не играет роли в обоих случаях. Все, что важно, это ДНК. Все мы оправданы или виновны по факту рождения, и это невозможно изменить. Это то, что она сказала. Никогда еще американский сенатор не заявляла публично ничего подобного. Тем не менее, никто из ее коллег не высказался против, не остановил ее. Все они, похоже, согласились с тем, что она сказала. Хирона не извинилась, не попыталась объясниться. Она продолжала в том же духе. Вот еще. Я бы рассматривала его отрицание своей виновности в контексте всего, что я о нем знаю. Как он рассматривает судебные дела? По крайней мере, она откровенна. Согласно сенатору Хирона, Каванна не защищен Конституцией США. Он не подлежит презумпции невиновности. Каванна виновен, потому что его оппоненты настаивают на его виновности. Это оппозиция сенатора Хирона, она гордится этим. Она стала народным героем для левых из-за этих своих высказываний. Вот опять ее высказывания сегодня утром. Уточните, вы считаете, что судья Каванна заслуживает презумпции невиновности или нет? Мы сейчас не находимся в зале суда. Мы не в суде присяжных, мы говорим о суде доверия. Пока у нас нет отчета ФБР или хоть какого-то подобия подтверждения, что мы имеем, это доверие к словам двух свидетелей и больше ничего. О, суд доверия. Сенатор Хирона не объяснила, что это такое, но думаю, вы не захотите подвергнуться такому суду. Хотя такое может случиться с каждым. Если Билли о правах не относится к судья Каванна, то, скорее всего, он не относится и к вам. Все будет зависеть от того, что сенатор Хирона думает о ваших политических взглядах. Если она их одобряет, с вами будет все в порядке, а если она их не одобряет, то нет. Не забывайте, что если вас обвинили в этом суде доверия, доказательства о невиновности ложатся на вас. Это ваша забота доказать свою невиновность. Это похоже на зеркальное отображение нашей судебной системы. В течение тысячи лет доказательство вины ложилось на обвинителя. В нашей стране это правительство. Если оно говорит, что вы это сделали, оно сначала должно это доказать. Но это уже не так. Вот, сенатор Блюментал от Коннектикута объясняет, как работает новая система. Мы обязаны по Конституции до конца разобраться в этих серьезных обвинениях. Они вызывают доверие. Судья Каванна, который знает, что произошло, обязан предоставить доказательства своей невиновности. Понятно? Мы вас обвиняем в преступлении, и вы обязаны доказать свою невиновность. Вы сексуальный преступник. Докажите обратное. Сенатор Блюментал окончил Ельский университет как адвокат. Он научился этому там? Вряд ли. Это новая концепция, и в то же время очень старая. Это было обычным делом в средние века, когда в обязанности обвиняемого входило предоставить доказательства своей невиновности. Еретики, которые пережили пытки, иногда объявлялись невиновными. Ура! Здесь есть и обратная сторона. Если обвиняемый считается виновным по самому факту обвинения, то и тот, кто обвиняет, не обязан доказывать свои обвинения фактами. Что мы и видим в этом случае. Мы следили за этой историей в течение всей недели. Пять вечеров подряд мы заявляли, что даем Кристин Форд возможность доказать свои обвинения. Но давайте будем честными. Ее обвинения не устояли бы в реальном суде, руководствующемся принципами юриспруденции. Суде, который мы имели, как мы думали, еще дней десять тому назад, пока сенатор Херона не уведомила нас об обратном. Когда это случилось, она не знает. Где свидетели? Их нет. Несколько человек, названных Форд, отрицают факт преступления. Когда об этом заявлено в полицию? Заявлений не было. Вся эта история начала выходить наружу поэтапно. Вначале это всплыло во время сеанса у психотерапевта, 30 лет спустя, в результате восстановления памяти. Еще шесть лет спустя Форд назвала имя Каванна, как раз во время утверждения его кандидатуры в Верховный Сод. И это не наш анализ ситуации. Это заявление ее адвокатов, являющихся одновременно активистами Демократической партии. Некоторые из них защищали Билла Клинтона от гораздо более серьезных обвинений в сексуальных домогательствах. Это не означает, что Форд обманывает. Но все это вызывает справедливые вопросы, как и вообще все ее поведение. На прошлой неделе она заявила, что не сможет прилететь в Вашингтон на слушание, так как она боится летать на самолете. Что, как она объяснила, является прямым следствием инцидента с Каванна в старших классах, еще в 80-х. Как объяснила Вашингтон после ее подруга, ограниченное пространство самолета напоминает Форд травму случившегося, закрытое пространство, откуда нет выхода. Минуточку, и это правда? У Форд имеются родственники на восточном побережье, где она побывала совсем недавно. Как она туда добирается? Каждый раз на машине из Калифорнии туда и обратно? Мы не знаем. Затем, согласно Нью-Йорк Таймс, Форд защищала свою диссертацию на Гавайях. Это остров в Тихом океане, в тысячах милях. Как она туда попала? Возможно ли, что Форд заявляет, что она не может прилететь, просто чтобы затянуть дачу показаний, и таким образом затянуть весь процесс утверждения Каванна? Комиссия должна задать ей эти вопросы, когда она явится на заседание в четверг. Но вряд ли они это сделают, она ведь жертва. Она женщина, она говорит правду. Независимо от того, что она говорит, и даже если то, что она говорит, неправда. Смотрите, как сенатор Дженнифер Грахел, Матмичиган, объясняет, как это работает. Каванна, судья, Смис и ее подруга, Лилит Кайзер. Все они говорят, что не припомнят ничего, из сказанного Форд. И Лилит Кайзер, которая говорит, что она верит Форд, тем не менее не припоминает, чтобы Форд была на вечеринке в тот день, когда и Каванна там был. Все правильно. На самом деле это только подтвердает слова Форд, что она находилась в таком ужасе от произошедшего. Она была в шоке. Она улизнула из этой квартиры. Так что никто не знал, что произошло. Она была в ужасе. Вы, реально находясь сейчас дома, в состоянии проследить за логикой сказанного? Свидетели, которых вы назвали, чтобы подтвердить свои слова, не в состоянии этого сделать. Тем не менее, это только подтверждает ваши слова. Это теперь новое правило в этом глубоком суде доверия. Посмотрим, как в свете этих новых правил видится история, которую опубликовал журнал «Нью-Йоркер». В этой истории одна из сокурниц Каванна по Ельскому университету припомнила, как во время пьяной вечеринки Каванна потрясал своими половыми органами перед ее лицом. Это звучит ужасно. Но вот описание этой истории в журнале «Нью-Йоркер». Обвинитель затруднялась описать роль Каванна в этом инциденте с уверенностью. После шести дней раздумий и консультаций со своим адвокатом она почувствовала себя вполне уверенно, чтобы утверждать, что действительно Каванна оголился перед ней во время пьяной вечеринки. Получается, вначале она не помнила, и никто из присутствующих не мог это подтвердить. Однако после шестидневных консультаций со своим адвокатом она все вспомнила. Достаточно убедительно для CNN. Виновен! Повесить! Это все неправда? Возможно, но звучит как правда, как по мне. Мысль, что все это выдумано, звучит абсурдно. О, звучит как правда. Этого достаточно. Повесить. Это дурная шутка. Вся эта ситуация. Это все понимают по обе стороны. И что удивительно, что республиканцы по какой-то причине участвуют во всем этом, заявляя, что все обвинения против Каванна должны быть услышаны, независимо от того, насколько неправдоподобны эти обвинения. Сенаторы-республиканцы виновны в том, что суд доверия стал возможен в этой стране. Пусть никого не удивляет, что Нью-Йоркер напечатал нечто подобное. Сколько еще таких историй мы увидим? Столько, сколько будет нужно, не сомневайтесь. Мы не в состоянии контролировать сенаторов-республиканцев, но мы можем напомнить им, что поставлено на карту. Если Брэд Каванна, судья умеренных взглядов, который женился на ассистентке Джорджа Буша, не будет утвержден в Верховный суд, значит вообще никто из республиканцев не будет утвержден на этот пост в будущем, даже при Республиканском Конгрессе. Никогда. Но все гораздо хуже. Выборы в Конгресс всего через несколько недель. Если вы республиканец, то вы, наверное, думаете, зачем мне голосовать? Вы голосовали за Трампа два года тому назад. Ваш Шурин из Бруклина смеялся над вами, как и многие другие. Но вы проголосовали за Трампа все равно. Почему? Вы хотели охраняемых границ. Вы хотели положить конец медреформе Обамы. Вы хотели нормальных людей в Верховном суде США. Вы начинаете понимать, что вряд ли получите первое и второе. Но что касается Верховного суда, это должно было пройти легко. Но почему-то это совсем нелегко. Почему так? Причина проста. Республиканцев в Сенате вы не волнуете. Если бы они думали о вас, то они бы вас защищали. Если бы республиканцы думали о своих избирателях, то они защищали бы их от иностранного вторжения, от того, что превратилась наша миграционная система. Они защищали бы ваших детей от принудительной пропаганды, которой они подвержены в школах. Они защищали бы вас от вторжения в вашу личную жизнь. Они защищали бы вашу свободу слова, свободу вероисповедания о техномонополии, которые все это разрушают. И они защитили бы Брата Каванна от этих, очевидно, вымышленных обвинений, которые разрушают его самого и его семью. Но они его не защищают по той же причине, по которой они не защищают вас. Потому что это нелегко, неудобно. Просто потому, что им так хочется. Мы можем стать социалистической страной через несколько лет. Многие из нас нуждаются в защите от всего этого, но они не замечают. Удачи на выборах. Редактор субтитров А.Семкин